Еще чуть-чуть и 2 миллиарда мусульман могут исчезнуть, и это коснется всех нас. Как вы думаете, что общего между терактом в Крокусе и того, что сейчас происходит в Англии? 29 июля в западной части Англии убили трех маленьких девочек, и откуда-то появилось сообщение, что убийцей был мусульманин-мигрант. День спустя оказалось, что убийцей был вовсе не мусульманин и не мигрант, а 17-летний парень, который родился в Англии и с мусульманами никак не связан. Правительство об этом объявило, но никто это слушать уже не хотел. Одно фейковое сообщение и протесты продолжаются уже 10 дней, которые охватили почти всю Англию, сотни людей, ранены, горят магазины мигрантов, местные жители избивают сотрудников полиции. Что общего с Крокусом, а то, что что тут, что там винят мусульман, и освещают это настолько широко, насколько можно. В глазах людей-мусульмане-мигранты становятся врагами человечества. Радикалы есть в любой религии, поверьте, в других религиях их не меньше. Но почему тогда так сильно освещают именно мусульман? Да потому, что таким способом очень легко спровоцировать в стране гражданскую войну. Рассорить христиан с мусульманами в России, в странах Европы. И это уже будет целый ряд гражданских конфликтов. Естественно, к этому подключатся мусульманские страны, чтобы защитить своих. И это уже приведет к глобальному конфликту с мусульманами. А в европейских странах, в отличие от мусульманских, есть ядерное оружие. Из мусульманских есть только у Пакистана. И в этом конфликте погибнут сотни миллионов, а то и миллиарды людей. И не только мусульман. Если мы сейчас не остановим тех, кто манипулирует СМИ, распространяют дезинформацию, травят между собой мусульман и христиан, то последствия коснутся нас всех. Что мы можем сделать? Предупрежден, значит вооружен. Еще раз посмотрите фильм «Воздействие». Там очень четко рассказывается, как через СМИ навязывается нетерпимость друг к другу. Как через соцсети кодируют детей на массовые убийства и покушения. И как не допустить, чтобы твой ребенок стал жертвой такого кодирования. Если мы все будем об этом осведомлены, то манипулировать нами не получится. А значит конфликтов удастся избежать. Ссылка на этот фильм будет в комментариях.